алексей спасибо вам огромное за то что же время и уделили нам внимание рассказали нам об этом добрый вечер всем здравствуйте как не слышно отлично слышно как меня слышно тебя отлично сегодня лишь ты отлично дайте нет презентации тебя слышно отлично так что у нас гена написала степина десяточка поставила нам благодарю или на тихонечку по 5 на по 5 на с тобой на двоих по пятерочке ну да ну что у нас сегодня среда 20 00 очередной традиционный вебинар вот сегодня у нас будет обзор новостей последних вот это куда мы и перед последних до предпоследних куда мы пришли куда мы идем вот ну и сегодня у нас олег расскажет намного ничего интересного так что ну я не знаю лишь ты просмотрел презентации лишь но я подозреваю всегда очень я стараюсь до готовиться ну что то что то будет новенькое да что то старенькое будет мало ли у нас тут люди новенькие появится вот поэтому сразу будет что-то кто-то было просто позапросто презентации да ну в общем да но новенький тоже можно приглашать прямо сейчас вот пока мы у нас есть 40 минут принципе можно я думаю что в принципе человек когда начинает смотреть новость то понимает что более-менее картина уже ясно ну тогда начинаем дальше ну я думаю да да хорошо так ну что дорогие друзья все видно еще раз здравствуйте меня зовут олег тарасов вот я сегодня переключается у меня тут что-то новое интересное хорошо буду так переключать мышкой вот сегодняшняя наша презентация июньская всех поздравляю вас с летом вот потому что действительно лето настолько выдалось жарко что те люди которые на югах я знаю что там краснодарском крае не всегда с х погоды хорошего у нас отчасти действительно уже занавто мне кажется вчера был побит рекорд да даже тогда 50-летний рекорд по пожаре 35 и 6 и девять десятых градусов да так что пейте водичку вот не стесняйтесь я то если тоже буду пить водичку вот потому что конечно же реально погода очень жаркая вот и от того еще здоровее что мы сидим в комфортных условиях да вот пьем водичку как лёша сейчас сделал вот и не надо идти в душный офис где-то там либо слишком жарко либо не комфортно там из-за того что душно не вот так что наслаждайтесь тем что мы есть спасибо конечно вот этим всем технологиям которые нас ближают в общем-то на расстоянии килл и сотен километров и там тысяч и так далее по всему миру вот можем общаться вот но наша сегодняшняя презентация это уже больше новостная потому что как вот сегодня я слушал как алексей суходоев что это просто шквал новостей да вот и конечно же если поначалу в общем то мы читали вот даже в январе еще у нас там был пресс-релизы что это в общем то такие вот статьи которые сама компания давала то сейчас в общем то отбоя на вот значит на собственные журналистские вот такие расследования приезды в общем-то в экотехнопарк допустим шар же то это уже сами журналисты понимают что творится что-то небывалое что так такое великое вот и очень в общем то того как чего-то еще не было да вот поэтому надо поубавить градусы это градусы насчет температуры понял вот поэтому градусы я хочу сказать в skyway они только будут повышаться вот поэтому сейчас задача какая чтобы сейчас уже мы надо мало говорить да вот говорят знаете там этот говорил этот говорил вот и как сказал алексей суходоев опять-таки воспользуюсь его желанием он говорит если раньше у меня было много троллей которые там выходили на меня в instagram там или еще где-то и троллили то теперь они в instagram ставят не лайки да но пока еще не инвестирую друзья мои не надо никому ничего доказывать просто возьмите как я сегодня взял и выстал там пару своим скажем так хорошим друзьям которые все еще думают да вот последние ролики вот потому что да это самое действенное само то что можно в общем то ничего не говоря а просто вот отправил знаете как открыточку раньше посылали вот открыточки там знаете то там вот недавно было у меня тройной праздник троица был да потом был день отца и у меня день медика был вот воскресенье да но недавно был еще мой день рождения еще недавно был после этого было день рождения моего сына моей большой подруги с аргентины вот в общем то так им праздник на празднике да вот но самые конечно вот эти вот новости которые будоражит это то что которые новости приходят в skyway когда открываешь кабинет и вот и ждешься новость 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 хотя мы понимаем что не может быть сейчас уже столько новостей в единицу времени потому что это транспорт это это огромная работа которая на земле необходимо сделать подвести там огромные 500 тонны нагрузочные вот эти колонны которые должны стоять миллиметр в миллиметр вот и поэтому же конечно это очень все серьезно поэтому мы с вами довольствуемся тем что действительно это уже начал все едет и и все движется и только сейчас будет ускоряться поэтому как-то елена стёпина выражала что будет столько новостей что действительно бы это будет водопад вода вот и конечно мы ждем этот водопад и конечно же скорее всего это фонтаном вот этих эмоций мы сможем проявить в экотехнопарке на экофесте который пройдет пройдет шаржа дай бог что как говорится никакой к вид не помешает этому замечательному событию напоминаю дорогие друзья да несмотря на то что продлили на 4 или на 5 дней вот 21 по 25 июня вот переход на под этап 44.2 да но все равно осталось уже два дня поэтому если вы все таки тот студент который в последний момент в общем то бежит и и нажимая тут мне кстати сейчас алексей знает надежда с голландии опять прислала очередное вот только что пришло sms не sms а видео аудио сообщение вот я его даже не могу сейчас послушать но вот я тоже ей так вот это стало что видео вот она тоже долго думает там что-то не получилось с верификации сразу потом она расслабилась а теперь вот так время от времени вот я и посылаю что у нас все движется все идет поэтому вас послушаю позже вот но для тех людей которые у вас еще и думают еще можно сказать так предложить вот есть еще возможность два дня тогда вы можете по более высокому дисконту в общем-то купить и вот приобрести помочь компании приобрели приобрести вот эти доли вот то есть помочь компании финансирование и получить за это вот такой вот доли компании вот поэтому кто еще там думает пожалуйста думайте дальше в общем то еще пока есть возможность войти в корневую компанию но как вы видите из 15 этапов мы находимся на 14.2 будем находиться с 20 через два дня вот ну действуем дальше да значит что для тех людей которые может быть не слышали ли я как я говорю повторение мать учения вот что за 41 то есть вот этот вот довольно длительный был этапу он длился лишь это года полтора наверно да вот он начался в декабре декабре 19 года даже 9 до 19 20 да и вот получается да да считайте два с половиной года ситом уже забыли что были такие подэтапы потому что некоторые подэтапы пробегали быстренько как деревьев когда смотришь на деревья или на столбы вот в поезде когда едешь но этот этап действительно был длительный но вы знаете это был коронавирусный этап он был и коронавирусный этап да но несмотря на то что был коронавирус как мы говорили что да это в общем то все запомнят на всю жизнь коронавирус конечно но несмотря на это компания не просто не разорилась как там ноги под подверглись такому ужасному событию да а окрепла встала на ноги и и даже скажем так обошла своих конкурентов потому что люди которые в каком-то степени развивались они в общем то большинство компаний хотела остаться на плаву да и вот или хотя бы не там не разориться полностью хотя вы знаете я приводил множество компаний которые просто разорились просто разорились наша же компания не просто она осталась на плаву она приумножилась она вот смотрите в первую очередь у нас по минску да такое замечательное здание возникло да то есть это в собственности чтобы вы понимали это в собственности такой вот 9000 квадратных метров даже может 10 тысяч девятиэтажный офисный комплекс где планируется все значит все события которые будут находятся все наши кб 650 там человек конструкторского бюро да это все здание мы с лёшей были там совершенно все заходят все по отпечаткам пальцев даже спуститься куда-то подняться в общем то даже между этажами и так далее потому что это действительно ноу-хау все наши технологии и поэтому защищены полностью при этом же все находится на месте и руководство и конструкторское бюро и все весь обслуживающий персонал поэтому вот этого замечательное красивое здание она так уже называется юницкий string technologies поэтому дорогие друзья находится в минске мы там были вот и лёша даже побывал в кабинете у анатолия эдуардовича в руках вы помните эту фотографию с книгой инженер вот поэтому все это есть и вот кто знает лёшу кто знает меня знаете что мы там были и действительно это есть и вы можете тоже подъехать и лёш какой адрес вот кто хочет убедить железнодорожная 33 вот 30 я помню что мне квартиры 30 номер за качественно 33 нот и тоже такой знак железнодорожная 33 так что видите так что очень хорошие знаки вот далее было замечательно интерьер от дмитрий слюсара значит алексеем савиным это такой директор св планку это вот он отвечает за производство да скажем так skyway и вот там вот мы сейчас только что его лицезрели это интервью действительно самое главное нужно понять что уже больше семи тысяч метров квадратных этой производственной площади вот и четыре тысячи непосредственно под оборудование цеха сборки то есть вот несмотря на то что где будут собирать а как будут собирать уже есть уже собирают и вот в этом интервью что самое интересное когда мы выйдем на масштабирование то действительно задача не стоит что ох 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 то есть будет принято решение будут собраны бригады и так далее и уже пойдет по масштабируем потому что специалистов хватает единственно что сейчас вы знаете что еще нет масштабирования этого нашего процесса да но однако все к этому готово далее на производстве действует 6 обрабатывающих центров один из которых не имеет аналогов белоруссии да есть 3d принтеры на которых частично изготавливаем детали интерьера и экстерьера транспорта вот и вот показывали что даже вот уже отказались от бесчертежных технологий да и работают на платформе 3d experience то есть вот это действительно очень здорово потому что сразу можно как вот алексей савин говорит что сразу можно посмотреть приблизить отдалить посмотрите когда движется в общем-то разобрать все по винтиком болтиком и также собрать и так далее то есть это это уже новые технологии и я думаю что есть кто-то хочет посмотреть опять-таки можно это лицезреть и посмотреть воочию дальше новейшее оборудование на производстве это тоже в минск здесь вот показано что это но только те картинки которые я из фильма вырвал вот и гораздо больше да ну и сказано что вот такой есть японский станок аккума вот и который стоит от 180 тысяч долларов там модификации да и это второй иди в подобный станок беларуси 1 используется на предприятии военной промышленности вот поэтому ввести это сравнить военную промышленность да даже такой страны небольшой как наша и страниц частные предприятия просто чтобы оценивали когда люди говорят а где вот а мы воздаем а вы так и чего и денежки да вот это все посмотрите какая у нас оба какое оборудование какое здание как и вот коллектив рабочих вот и в общем то они работают уже на высоко эффективным вот таком оборудование то есть японском который всего второй станок только в беларуси 2 2 всего так далее конечно же новость которая очень всегда радует вы знаете что я свое время был на не на экспо в дубае но это было тоже выставка когда я вот это знаете 2003 год был когда для меня вообще шок был потому что это в дубае проходил тоже вот это вот выставка и я там такие вещи видел что действительно думаю боже мой неужели это есть я тогда вот скажем так ну там много чего можно рассказывать а я говорю что я тогда не мог поверить что это есть я некоторые вещи я так и не увидел здесь минске у нас за эти 20 лет некоторые вещи вот такие как 3d принтеры огромные когда вы сейчас карандаш там допустим магазин из когда там вы можете напечатать формат а 0 там допустим и все но 2003 году когда это виду что это уже есть думаю боже мой у нас еще люди даже не у всех есть цветные принтера тут уже такие форматы печатают то есть там просто диму даешься конечно это все всегда празднично и я вот уже вот вот это вот в предвкушении того что я побываю на вот это вот выставки ну конечно сейчас уже не какие-то там 3d принтеры будут ли какая там аппаратура как я люблю всегда с моей там какие-то фотокамеры я люблю смотреться какие-то компьютеры да сейчас у нас тоже можно все купить все собрать вот в общем то но именно то что там будет представлено уже наш транспорт во всей красе то есть не просто модели не просто там будет стать в статике находиться а это будет уже двигаться вы знаете что там будет очень много уже представлено к октябрю месяцу и планируется действительно подписание именно уже когда люди увидят когда пощупают вот так говорят что вы нам не покажите как арабы говорят а то есть вы нам не расскажите а покажите и когда вы сейчас уже запустили трассу на 400 метров когда будет готова тяжелая трасса на два с половиной километра потом еще и unique он будет двигаться вот со скоростью там 80 либо 120 километров до то есть конечно же вот это очень здорово то что у нас не просто экспо 2020 а вот этот год который устал к видны да он именно пришел бы привел к тому что мы полностью будем готовы встречи вот людей правители мена региона то есть они только мена региона мена региона я уже повторяю это странно ближнего востока и северной африки но я думаю что там будут все там будет и европа там будет и америка там будет и азия там будет и россия и конечно же россия будет кусать локоточки потому что сколько анатолий эдуардович предлагал именно в россии там на самом высоком уровне это было уже вы знаете все эти видео которые были вот и я вам хочу сказать что конечно же это будет такой вот в общем-то хлесткий я думаю шаг да то есть те люди которые сомневались или которые не верили а уж тем тем более те люди которые стали палки в колеса они же конечно будут кусать локти почему они не здесь почему в первую очередь это делают вот именно в эмиратах да замечательно поэтому ждем все экспо 2020 вот и конечно же мы правильно лена говорит что 15 этап быстро закроется после экспо я даже думаю лена что он может еще и и закроется раньше потому что сейчас как сделают вот ну да действительно к экспо я думаю это все может быть случится поэтому те люди которые еще думают сомневаются наверное они потом будут вы нам плохо объясняли что тут надо вкладываться так это и будет то есть виноватыми они себя не признают ну что гостевой дом ждет уже в шарже наших гостей наших инвесторов нас с вами конечно же лена нам рассказывала и показывала и мы с лёшей были в этом наши гостевых домов в домах в белоруссии замечательно особенно вот этот дом который замечательным зимним садом здесь зимний сад не получается потому что если закрыть стеклом как там будет просто парилка вот поэтому там вот такой зимний сад под открытым небом но смотрите какая красота действительно он деревянный единственный в эмиратах из бруса сделаны потому что по закону нельзя было доселе строить такие дома теперь он есть и это наш действительно эко дом юницка string technology вот который представлен шаржи это дом штаб-квартира проекта skyway на ближнем востоке и второе это наглядная демонстрация экологического подхода к строительству о котором сочетается зеленая технология и эргономичная структура вот такие вот замечательный нас дом но вот смотрите обстановка да вот возле дома как дома и вот смотрите вот эти вот действительно все уже подведено асфальт если там где-то нужно плиточка лежит да здесь где не нужно где вот пустыня так она к пока есть но опять таки я думаю к этому времени когда будет это технопарк экспо там уже будет может даже и травка будет вот ну и вот эти анкерные опоры вы посмотрите они тоже насколько они красивые ажурные вот в данном случае так вот представлена да действительно уже все готово вот это вот часть этой трассы 400 метров и где выходит ю кар сейчас у нас такое название замечательное да вот теперь уже действительно у ним все кратко бить мир бизнеса он ты не требует очень много здесь вот уже было много мы называли skyway мы называли там очень длинное название там вот теперь действительно вот кратко олег ю перебью прости пожалуйста you car кстати вот такая интересная аналогия как iphone iphone да и уже наверно кар да совершенно верно что если вот свое время придумал стив джобс да что вот iphone то есть я телефон можно сказать тогда если так ну сократить уже без этих айм допустим фонда то есть всегда вы знаете даже знаете что было за фейсбук сначала был потом предложили марку цикла берг убрать вот этот артикл вот и также вот по этому пути пошел стив джобсова вода фитно убрал айм фон просто получился iphone да вот и теперь смотрите вот не знаю кто предложил анатолию эдуардовичу действительно очень такое хлесткое название ю кар то есть вот видите настолько все теперь вот это уже ни с чем не спутаешь поэтому это очень здорово я очень рад что все-таки у нас руководство очень быстро реагируют ну ну то есть практически дай бог им здоровья потому что все очень быстро то есть такая компания которая действительно очень остро реагирует на все замечания что происходит как что чего все по и вот вы даете это такие замечательные вот Вот бренды, вот мы теперь можем сказать, что действительно это U-Car, и уже оно входит в голову, запоминается, и это будет замечательно, в общем-то, для for sale, для продаж, это замечательное название. Вот, ну вы знаете, что это опять-таки было 6 июня, вот если взять уже июнь, да, вот уже журналисты, значит, англоязычной газеты The National, они второй раз уже приезжают, да, и уже непосредственно, чтобы прокатиться, и вот эта вот замечательная девушка, корреспондент, да, она вот действительно, вот смотрите, вот как раньше ездили вот в каретах, да, такие вот дамы, да, вот действительно, вот как вы представляете, там жара, вот там не 33 градуса, и не 35, как Леша говорит, повели рекорд, там уже 50 с гаком, да, вот, и песок при том, и вот этот ветер жгучий, да, посмотрите, она в легкой такой, значит, платьице или кофточке, да, в общем-то, сидит с прической, тут у нее часы дорогие, там цепочка, сумочка, и это все закрыто, и ничего не пугает, она вот так вот наблюдает, и действительно видно, что ей хорошо, да, вот внутри вот этого транспорта, поэтому, конечно же, это было очень ярко, такая статья, которую написала вот журналистка, да, что действительно вот это такой вот, как статья называлась, первый взгляд на высокоскоростной электрический надземный транспорт шарши, да, вот, и действительно вот это, что планируется и то, и другое, и третье, и что в экспо приставили, ну, в общем-то, уже по одному фотографию можно, что это не заказная статья, она действительно получает удовольствие, это очень здорово, что вот такое вот происходит. Ну, также было сказано о том, что, что такое вот самое главное, вот, я считаю, что достижение, что вот, да, была задержка, было, как бы, ковид этот, строили, так, но за это время, видите, родилась такая вот замечательная идея, это подвесная система, которую Анатолий Эдуардович увидел, что не только важен сейчас перевозить пассажиров, вот как вот в Индии там были проблемы, да, как вы знаете, в Индию заходили, там, допустим, в Австралию и тому и далее, но вот этот вот, вот, не зря вот это вот, как я говорю еще, название Юницкий Анатолий Эдуардович, да, ЮАЭ, ЮАЭ, и Арабские Эмираты, также аббревиатура, да, получается ЮАЭ, если по-английски брать, то есть это тоже неспроста, и вот, вот эти вот все мытарства, которые пришлось, я уже не говорю про те 40 лет, которые были, ходили по Советскому Союзу, да, как Моисей по пустыне, да, это тоже было, но даже вот когда тогда была Индонезия, была Австралия, была Индия, и вот все-таки вот это, вот это УАЭ, да, вот нашли друг друга, два УАЭ, они, в общем-то, нашлись, и вот, видите, вот за это время, вот еще такое предложение было, и если вы смотрите на все ролики, то действительно вот именно грузовой транспорт, он имеет колоссальное значение, и вот первый адресный проект, который все-таки, я думаю, будет, помимо, вот, может быть, небольшой трассы, там, вот, два с половиной километра, там, вот, 400 межметров есть, да, это именно вот эта грузовая версия, которая действительно, вот, будет первый адресный проект грузовой трассы от Шаржа до города Хорфакан, это 130 километров, да, и вот такие вот замечательные Юниконты, вот, опять-таки, Юконт, может, там его, может, назовут, я так думаю, там, да, как-то, да, вот, это действительно вот такая вот трасса пройдет она, так что будем готовиться. Ну, вот, я говорю, что моя подруга тоже, вот, которая Мэри, Леша, тоже ее знает, она к нам сюда приезжала, она со мной в Белоруссии, вот, уже 14-15 лет живет там в Эмиратах, вот, она, когда мне эту статью выслала, самое интересное, она говорит, когда я эту статью разослал своим подружкам, которым она говорила, они тут же сказали, ой, расскажи, покажи, там, там, то, пятое, десятое, то есть, ну, что вы думаете, прошло вот уже сколько там, там, две недели, да, и она говорит, ты знаешь, Олег, они опять заснули, поэтому, друзья мои, даже такие люди, которые вот воочию возьми, вот, понимаете, вот сейчас время, когда вы должны сосредоточиться, что вы хотите. Я сейчас могу сказать о том, что я сейчас слушал одного человека, который хороший мотиватор, он занимается тоже серьезным бизнесом и так далее, и вот он говорил такие вещи, вы знаете, что вот венчурные проекты – это прерогатива богатых, то есть, даже по законодательству, не все венчурные, вообще мы не имеем права вот со своими 100 долларами, 200 долларами, 1000 долларов, там, 5000 долларов искать венчурные проекты, то как бы у нас вообще нашим людям не дано было, мы вообще ничего не знаем, в нашем случае лучше предлагали те люди, которые работают на производстве, это купить акции того производства, где вы убыточные, не убыточные, покупаете, как бы, помощь, потом будет прибыль. Понимаете, может быть, вот такие венчурные проекты – это единицы, поэтому он говорит, если вы хотите изменить что-то в своей жизни, обратите внимание на серьезные венчурные проекты. Конечно, мы не знаем вообще их очень много, венчурные называется рискованно, но именно вот сейчас уже, конечно, мы говорим о том, что да, может быть какой-то ковид, может что-то еще быть, но вы смотрите, как мы движемся, какие деньги вкладываются, вливаются, уже есть заказы, они уже исполняются и так далее, но сейчас еще не закрылся вот эти 15 этапов. Поэтому мне кажется, конечно же, те люди, которые инвестируют, я знаю, вот Алексей Думович, он с первого дня инвестировал, притом немалые суммы, и он ни разу не останавливался. Вот я остановился в свое время, да, когда-то, там, в 16-м году, выплатил, думаю, ой, уже хорошо. И вот этот вот человек, не буду называть которого, он сказал, ребята, даже сейчас миллион долларов – это ничто. Вот услышите, как вот человек рассуждает, потому что, ну, по большому счету, вот, как вот, если вы хотите жить не просто купить квартирку там за 70 тысяч, 100 тысяч долларов, да, а вот как мне сестра говорит, ой, приезжай, у нас в Барселоне вилла красивая, миллион долларов. Ну, так а дальше на что жить? Если я куплю эту виллу, да, почувствую себя, а яхты сколько стоит, там, а то. То есть мы, да, мы себя низенько чувствуем, да, вот, ой, ну, мне хорошо, я уже квартирку куплю, буду ее сдавать и жить опять на 200 долларов. Сейчас есть возможность уже не жить на 200 долларов, а есть возможность жить на 200 долларов в час. Понимаете? Вот, и расширьте свои возможности, то есть не бойтесь вот этих цифр, там, 5 тысяч, 10, все, потому что ваши инвестиции, они приумножатся не в 100 раз, не в 1000, а, может быть, потом даже и в миллион раз. Ну, это будет потом, но сейчас я говорю, вот, подарите надежду себе, да, дайте возможность, вот, придумывайте, что вы действительно очень богатый человек, потому что нас действительно, несмотря на то, что 200 стран, все равно у нас всего 500 тысяч, и кто-то положил 10 долларов, кто-то положил 100 долларов, купил пакет, у меня есть такие знакомые, да, кто-то тысячу, да, вот, положил, говорит, ой, мне хватит. Ну, вот, вы взвесьте все, да, вот, поэтому я думаю, что, когда уже начнет, как правильно, Лена говорит, вот, 15-й там будет закрываться, и там уже будут по другим, уже доли будут стоить совсем других денег, люди начнут туда хватать, говорят, о-о-о, надо брать, надо брать, вот, вы будете просто, как говорится, сейчас еще имеете возможность купить вот эти, приобрести вот эти доли за гораздо выгодному дисконту. Поэтому я продолжаю инвестировать, да, как в биткоином, по центу не хочу покупать, по 10 долларов не хочу, по 100 долларов не хочу, по 1000 не хочу, но зато потом народ берет там свыше 10 тысяч и потом теряет, естественно. Ну, да, потому что, как говорится, уже не получается биткоин купить, уже получают, покупают центы, вот, поэтому действительно вот почему-то мы сильны задним умом. Так, Лена, что написала, радостно жить вместе с нашим Skyway, такое впечатление, что растишь свое дитя, да, совершенно верно, Лена, он такой родной и самый талантливый, и ты радуешься его успехом и гордишься, он делает первые шаги по планете. Действительно, Леночка, замечательные слова, вот. Вот, поэтому смотрите, ребят, те, которые инвестировали, я думаю, что вот это вот костяк вот этот вот, я не знаю, сколько он там, тысяч человек, но действительно вот он и продолжает инвестировать, и я продолжаю инвестировать, и Леша продолжает инвестировать, и Лена Степина продолжает инвестировать, потому что я уже тоже подумал, что даже миллион не решит этих проблем, которые мы сейчас хотим, Потому что мы хотим и себе квартиру, и детям квартиру, и хотим, чтобы внуки, и путешествовать мы хотим и так далее. А на самом деле представьте, что если вы пойдете там что-то купите, там, квартиру, машину, в общем-то, эти деньги таят очень быстро, да. Поэтому, ну, есть возможность, инвестируйте по чуть-чуть, насколько вы, скажем так, можете, да. Но я говорю, что надо думать все равно о хорошем и мечтать о большом, тогда это будет быстрее двигаться. Как в этом случае, вот, девочки там или там женщины захотели, да, расскажи, расскажи, а потом, ай, надо же отдать, там надо то, все. Ну, в общем, не нашлось пока желающих, но я думаю, что еще они вернутся. Вот, ну, в общем-то, повторю, что сертификация вот именно в тропическом исполнении сейчас идет трех, значит, направление, это пассажирский надземный транспорт, инфраструктуру, обеспечивающий на электроподах и Юникар вместимостью от 6 до 25 человек. Вот стоимость 2 цента за километр на скоростях до 150 км в час. Потом грузовая надземная транспортная система, вот, Юниконд, это уже получается там 1 цент на 1 тонну на 1 километр на скоростях до 120 км в час. И третье – это система надземных высокоскоростных перевозок на скоростях до 500 км в час на премиальных 6-местных электроподах Юни-Лед или Юни-Флэш. В общем-то, вот такие вот у нас с вами замечательные… Если сократить Юни-Лед как айфон и как Юни-Лед, если сократить его до одной буквы «Ю», получается как улет. Тоже, смотря на ком считать, да, лишь. Ну, в общем, улет на это точно будет, да, потому что это действительно здорово. Вот, ну и вот тоже написано было, что вот это вот именно уже движется, и 400 метров испытательная трасса, вот, пока скорость там до 50 км, вы знаете, 400 метров там не разгонишься, может, до 120, но факт то, что это никто там не измерял, там, может быть, вот так вот прикинули и так далее. Ну, в общем-то, да. Поэтому планируется очень много, вы видите, вот там тоже в статье было написано до скорости 500 км в час, вот планируется, ожидается, коммерческая эксплуатация будет запущена к сентябрю 2023 года. Но мы с вами продолжаем инвестировать, потому что, если даже деньги придут от большого бизнеса, наши с вами доли, они принадлежат будут нам, и, в общем-то, мы с этих долей будем получать и прибыль, и, в общем-то, сами доли будут расти, превратившись в акции, стоимость каждой акции будет расти. Поэтому я думаю, что уже не так это далеко. А сейчас уже на самом деле, уже это и сейчас есть, действительно, мы ждем вот Экспо-2020. И, посмотрите, в Экодоме вот уже даже в фильме показали, да, собрали вот этот вот макет линейного города, здесь еще модели транспорта, и вы знаете, что это не просто вот макет, который вот собрали, вот от нечего делать. Во-первых, это в 12 метров, да, то есть вот такая вот махина, да. Во-вторых, это находится в Экодоме. Для чего? Вот, казалось бы, для чего? Ну, есть у нас там тоже в музее, я бы так тоже думал, ну, интересно посмотреть, а потом думаю, а что там смотреть в музее вот эти вот машинки? Я же не мальчик маленький там, чтобы бегать. Вот. А вот выйду, вот, и сразу смотришь на действующие уже. А оказывается, вот это кластер тот, который мы можем предлагать, потому что вот в чем уникальность вот эта вот юнические стрихотехнологии? Это же группа компаний. Вот смотрите, у нас есть транспорт, да, у нас есть дороги, по которым мы движемся, там с учетом разной, там есть жесткая, полужесткая, да, гибкая система. Там есть вот разные, в общем, для любого случая, в общем-то, горы, реки или прямая вот с разной скоростью. Но самое главное, что вот люди, которые приедут на Эко-2020, значит, Экспо-2020, что они увидят? Они увидят вот реально, что можно делать. Есть один дом, да, через там, я не знаю, 5 километров другой дом, то есть везде будет зеленая зона. Ну, вот вам лайн, да, то есть если принц Саудовская Аравия, он еще примерно говорит, там надо закопать, там будет один уровень под землей, там другой уровень под землей, но метро. Но метро – это метро. А здесь юнические трихотехнологии показывают, что уже есть вот такое решение. То есть вот, пожалуйста, линейные города, и я очень тоже верю и надеюсь, что люди, когда вот это увидят, они совсем у них будет, в общем-то, сорвет крышу, и они придут к выводу, что вот это самое лучшее, что может предложить. Не надо копать землю, а нужно вот этот транспорт пустить просто поверх. Посмотрите, у нас есть линии, когда скоростной транспорт движется, под низом это движется, допустим, вот на 25 там человек, да, а поверх вообще со скоростью тоже летают вот юкары вот эти вот. Олег, надо просто сказать, ты хочешь как крот под землей ползать или хочешь как птица парить сверху? Ну тут даже не сравнить, потому что я вот говорю, что недавно тоже какую-то смотрел передачу про Швейцарию, и я вспомнил вот это ощущение, ребят, когда вот эти огромные окна вот в этих вот поездах в Швейцарии, да, и ты садишься, там мягкие кресла, там никогда нету много людей, потому что там в одном вагоне могут сидеть там, ну там, 10 человек максимум, да, то есть вы понимаете. Но он настолько вот мягко идет, нет вот этого шума, нет вот этих вот людей, которые заходят сумками и начинают продавать там от клея до трусов и так далее, да, то есть вот это вот, наши электрички, это со всеми, и вот ты едешь, и ты просто понимаешь, как здорово, очень тихо едет поезд, вот смотришь на вот это вот луга, на вот этих коровок, на вот эти вот закаты, на эти, я не знаю, там, ну фантастика, это небо, все. Я вот говорю, что действительно, человеку вот что нужно, ну что под землей, да, ну скорость есть, но вы поймите, там это надо, сколько это все выдувать, продувать, и не дай бог там что-то где-то завалится, потому что самая страшная трагедия в Швейцарии, я вам рассказал, когда обваливаются какие-то тоннели, или там какая-то авария происходит в тоннеле, там сразу не хватает кислорода, потому что взрывается что-то, там аварии, потом там много жертв, и так далее, все. Поэтому я тоже думаю, что это такая альтернатива колоссальная, которую просто умные и богатые люди, они увидят, и они как минимум захотят сделать это для своего региона. Поэтому дай больше, больше вот этих вот людей, которые скажут, да, я хочу, вот, и вы тоже так думайте, потому что я, например, моя мечта, это жить в таком доме. Я уже говорил, и я визуализирую, и это делаю, вот, и я вам того же желаю, потому что мне вам будет приятно, если я там спущусь на этаж ниже, там будет Леша жить с семьей, вот, там еще рядом будет Лена Степина жить, вот мы сядем, и поехали там в другой дом, там у вас будет Дорофеев жить. Ну, просто говоря, вот, и мы будем со скоростью передвигаться 500 грн в час, потому что, я уже вам приводил пример, что когда в Китае, вот в Китае они построили вот эти огромные аквадуки, вот эти просто столбы, я не знаю, там они бетонные просто, там все завалено, там им территории как бы много, а людей еще больше. Ну, это же страшно это выглядит, но за счет этого поднялась экономика. Пока не будет скорости, вот, передвижение грузов, передвижение людей, передвижение, в общем-то, разных пакетов. Вот мама моя из России приехала, ей дело, она получает папину пенсию, да, и надо вот это дело из Москвы, ребята, передать в Минск. Вот она приехала 6 мая сюда, да, подождите, 6 мая, да, и сказала, дело перешлите. И вот недавно пошла, ей знаете, что сказали? Ой, ну, наша фенфебель там перевозят, где-то в августе это будет хорошо, если он вам привезет. То есть она живет без пенсии сейчас. Ну, подумаешь, на 75 лет человеку, подумаешь, без пенсии живет. Вот понимаете, у нас вот о людях такое мнение, ну, 3-4 месяца, полгода, вот, кстати, когда она в Москву переехала, на 8 месяцев ждала эту бумагу. Вот такие у нас, 8 месяцев, в общем-то, хочешь питайся, хочешь не питайся, вот, поэтому, вот, а весь бизнес, вот, как я вам говорю сейчас, да, вот, встал этот в Суэцком канале, этот контейнер, застрял там груз, да, соответственно, полезли там цены, на кофе полезла цена, на комплектующие там, на телефоны, понимаете, вот он как бизнес завязан. Поэтому я уже тоже говорю, вот, это будет очень здорово, когда вот это все будет, и действительно, Галюша говорит, не надо рыть эти тоннели, у нас, дай бог, никогда больше в жизни не будет атомной войны, чтобы там придется прятаться, как говорят, метро, это стратегически важный объект, потому что, если шо, мы в метро все убежим. Ребята, ну шо, ну просидели вы день, 2, 3, 5, ребят, мы не создано жить под землей, понимаете? Поэтому, конечно, вот эта технология, это, я очень благодарен Арабским Эмиратам, правительству всему, что они вот это вот приняли, действительно, и делают, и действительно благодарят, во всех фильмах благодарят, Юницкий стринг технологии, Юницкий стринг, господин Юницкий, там, инженер Юницкий, это очень здорово, это уважительно. Вот, поэтому, вот, и уже 15 июня, вот на канале Парка, значит, я вам Парка потом покажу, где этот канал, да, вот, вот была опубликована видеопрезентация транспорта Skyway в центре тестированной сертификации. В ролике показали завершенную тестовую трассу уже, да, когда уже с пассажирами уже движется, да, и на видео можно также видеть кадры макета линейного города с действующими моделями Skyway, которые установлены в Экадон, о чем мы с вами говорили. То есть уже есть и модели, которые вот этот вот дом показывают, и вот эта трасса, и смотрите, у нас есть и легкая трасса для контейнеров, и там написано, действительно, что одна, один доллар за 100 тонн на один километр. Ребята, это вообще фантастика. 100 тонн стоит 1 доллар перевести на 1 километр. Вот это нужно, конечно же, все осознать и донести, но лучше всего показывать. И вот остановил и показал, вот видишь, сколько будет стоить груз, перевозка груза. И какие-то, да, ой, 100 тонн, Леша, да сколько надо машин, грузовиков, сколько водителей, сколько им надо сделать этих ковидов, этих прививок, перевести эти границы, сколько постоять и так далее. Ну вот, вот, вот считайте, это бизнес будет считать. Это мы с вами охаем-махаем. А бизнес будет считать, и говорит, да, я это выбираю. Вот как это будет. За доллар, наверное, сегодня и на метр не передвинешь этот контейнер. Наверное. Вот. Ну, фантастические цены, поэтому это просто вот аплодировать, стоять и аплодировать. 20 июня тоже вот вышел уже Араб24, вот из Шаджа, это их телевизионные каналы, вот они тоже 20 июня представители парка выложили репортаж информационного агентства Араб24 с центра ЮСТ в Шадже. Потерял, показали кадры, опять-таки, готовой тестовой трассы, вот. И журналисты отметили, вот, показали нашего Олега Зарецкого, вот. И он, видите, вот он, во-первых, он был и в транспорте там ехал, да, теперь вот он сидит за вот этим вот пультом. И он, опять-таки, сказал, что вот эта технология, этот транспорт позволяет, в общем-то, снизить количество аварий, загруженность на дорогах, освободить землю, подсельское хозяйство. Вот три в одном. И вот, видите, вот, находится, вот, вверху справа я вам показал, ЮСКЙ Транспорт, все. Вот это уже называется, уже приобретает такой брендированный вид, вид уже, да, ЮСКЙ Транспорт, ЮСКЙ, ЮКАР, вот это вот все, понимаете, вот, очень четкое, емкое название и очень, получается, в такой, просто вбивается, проваливается жетон, начинается запоминать все. Вот этот канал, который я постоянно смотрю, вот, он называется ШАДЖА РЕСЕРЧ ТЕХНОЛОДЖИ И ИНОН ВЕЙШИН ПАРК. Вы можете это забить, вот, я подписан, вот. И вот, смотрите, на главной странице я специально ставил, да, вот такой есть ролик, он идет минута 22 секунды, и вот ровно после, там много есть кадров именно ЮКАРа, да, вот. И отсюда, и отсюда, ну, вот факт тот, что действительно там рассказывается, что это такое, что это за парк, и вот, видите, технология ЮСКЙ, она действительно везде присутствует и везде, конечно, уже в живом виде все. Значит, что сейчас я вам хочу рассказать, Леша сказал, как всегда новое, вот, смотрите, я хочу немножко рассказать больше про ролик, потому что 21 числа вот как раз вышла эта видеопрезентация, посвященная парку Шаржа и компания, с которыми он сотрудничает. Вот мы все говорим о SRT парк, вот, но вот инновационный парк Шаржа. Но я вам немножко больше поведаю, значит, что это такое. Значит, вообще его создал, значит, в 2016 году его высочество, вот, доктор Шейх Султан Мухаммед Аль-Касимик, да, вот, 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 уже, я уже немножко выучил его, вот, он член Верховного Совета и правитель Шаржа. Вот, значит, парк был нацелен, и сейчас нацелен, точно он задумывался так, и сейчас он нацелен на развитие и управление инновационной системы в свободной зоне. То есть это как, ну, вы знаете, вообще там считается дьюти-фри, это вся зона, да, вот, но факт то, что это вообще новое, вот, это был участок построен, заложен все и был сделан. И вот он что делает, он для способствования развития деятельности, значит, и разработки поддерживает предпринимательскую деятельность, сотрудничество по тройной спирали между правительством, то есть они курируют это, частный сектор, потому что все, очень много там частиков, и научные круги, вот. Поэтому вот такая тройная спираль, как они называют, это все, то есть деньги есть, есть инновации, есть научное обоснование всему этому. Поэтому вот таким вот образом этот парк создавался именно под это. В 20-м году, значит, шаржа заняла первое место в экосистемах с высоким ростом в глобальном отчете по экосистемам. Далее, значит, в фундамент парка заложены 6 основных инновационных критериев. Это маркет, это инвестиционная и межфирменная деятельность, R&D, научно-исследовательские разработки, человеческие навыки, инфраструктура. И чтобы укрепить позицию шаржа в области инновации, мы должны, это уже идет в кавычках, мы должны возглавить 6 целевых направлений, то есть оцифровка водных технологий, потому что вы знаете, что именно пустыне очень важны вот все водные технологии, которые есть. Транспорт и логистика. Это, как говорится, первое место, я думаю, тут занимается юницкий стринг технологии со своим транспортом. Дальше, это экология окружающей среды. Опять-таки, мы тут тоже присутствуем, потому что это эко-дом, это гумус, это энергия, которая, электроэнергия используется, и как она это все... Опять-таки, возглавляемая энергия мы тоже здесь, дизайн, архитектура мы тоже здесь. То есть практически получается, и даже вода, вы знаете, что вот эти вот эко-дома, они опять-таки зациклены по кругу, то есть там, как и юницкий говорит, вода не смывается никакие в ямы, никуда-то, ничего, она действительно находится вся, как вот он закрыл, закрытая система. Практически вот это все, почему, наверное, и вот Анатолий Эдуардович занимает одно из лидирующих мест вот этой компании, Анатолий Эдуардович, потому что все технологии вот эти вот, они все имеют место быть и в компании Юнический Стринг Техноложис. Там, по-моему, только было водные технологии отдельно. Ну, насколько вы знаете. Ну, и так было бы, там перевод по-разному можно, да. Можно сделать. Цифровая цифровка отдельный, как блог. Можно так, ну, там и так, и так было. Вот Орди, чтобы вы понимали, менеджер, это новая, значит, уже вея не такое, то есть для вот, для, если у кого-то есть сыновья или дочери, очень, вот я, например, тоже считаю себя возбудителем спокойствия в какой-то степени, потому что Леша у нас более спокойный, а я его иногда вот таким, так я вот для Леши являюсь R&D менеджером, да. То есть это возмутительное спокойствие внутри корпорации. И именно они разрабатывают стратегии технологического развития компании, ищут перспективные разработки и проводят модернизацию производства. Подчас им приходится решать нестандартные для отрасли задачи и осваивать новые области знаний. И все это одновременно и в кратчайшие сроки. Поэтому это новая профессия, да. Вот это вот целый блок выделен, это тоже в шарже, да. То есть там нужны вот эти люди, которые все это не равнодушные, вот. Поэтому, Лена, ты тоже можешь к этим менеджерам относиться, вот. Поэтому Будараж, да, надо стучаться, надо говорить. И я вот тоже говорю, что мне очень это нравится, потому что действительно мир уже устал от равнодушия, да. Поэтому нужны новые технологии, а чтобы новые технологии поднять, помимо вот этих технологий, нужны люди, которые это будут еще продвигать. Поэтому, ребят, вперед, все только начинается, и мы с вами движемся активно в этом направлении. Ну вот, посмотрите, какой, опять-таки, в этом фильме рассказано, что такое вообще вот этот вот огромный, значит, это целая экосистема. 22 университета сюда входят, вы представляете? Вот этот вот, чтобы вы понимали, эко-технопарк, ресорч, этот инновационный парк. 22 университета, более 47 тысяч студентов и более 2 тысяч только докторов науки, которым мы очень гордимся. Вот все знают, допустим, то есть вот вы сейчас мне напишите, сколько учатся в БГУ, в БГУ, чтобы вы, как вы думаете, вот тут 47 тысяч студентов вот в Шарше учатся в этом, а сколько в БГУ? Ну, чтобы там не лазили, не гуглили. Я уже нашел. 25 тысяч, да. Ну и вот, и я тоже говорю, ну вот БГУ может, да, там, это белорусский. А в МГУ сколько? А в МГУ, ребята, 38 тысяч. Ну, если там, да, вот на 20-й год. То есть это даже больше, чем не только БГУ, но и МГУ больше, да. Вот, представляете? Поэтому я вам говорю, что действительно это колоссальный, огромный вот такой комплекс, да, где студенты, где очень много докторов наук, где вообще там люди неравнодушные и все. И что меня очень удивило, что здесь, вот как они представили в этом фильме, что они будут сейчас сотрудничать с лидерами мирового технологического рынка, такие как Intel и Nokia, ребята, представляете? Nokia, то бишь это либо они выкупили, потому что вы знаете, в свое время человек, который покупал телефон, это, конечно, была мечта Nokia, как сейчас, может, там iPhone для кого-то, да, то Nokia это было все. То есть у них там было очень много модификаций, самые известные 3310, да, но вообще там они были чем меньше, тем лучше, там и светились и так далее. Но единственное, что они облажались, что они не сделали Touch Phone, вот, не сделали вот этот, вот, ну, много чего не сделали, в результате потеряли рынок, да, потеряли рынок. И вот для меня было откровением, что Nokia тоже уже сейчас входит вот это вот в сотрудничество именно вот с этим парком. Многие, кстати, уже хоронили Nokia. Да, да, да. Ну, вот, а ну, это пытались они возродиться, вот они один выписали телефон, Наташа моя тоже в свое время очень любила Nokia, как и я, в общем-то, ну, понимаете, там, ну, то, что сейчас представлено, но неинтересно. Поэтому, наверное, что-то будет взрывать. Ну, вот, что еще, что еще предлагает этот вот парк, значит, там, это Soy Lab, да, вот, это производственное пространство. Ну, вообще, Soy, это переводится, вот, Шаджи, потому что начинается с буквы S, да, Open Innovation, да, и Lab – это лаборатория, да, то есть вот так вот можно перевести, но вот конкретно Soy Lab называется, да, это производственное пространство, призванное способствовать развитию технического творчества. Наши специалисты воплотят ваши самые яркие идеи в конечный продукт, и также Lab обеспечивает доступ к самому совершенному оборудованию от 3D-принтового до металлодеревого обрабатывающего оборудования. То есть, смотрите, вот такие вот замечательные офисы, где, в общем-то, это имблированные штаб-квартиры там для компании и так далее предоставляют все. Если у вас есть идеи, если у вас, допустим, просто это, скажем так, в голове, на чертежах и так далее, это могут вам специалисты там, которые работают, воплотить, да, либо вы сами можете взять, вот, в общем-то, скажу так, что-то придумать, делать и воплощать уже непосредственно на месте, да. То есть вот получается такая уже не просто силиконовая долина, где работают только, допустим, программисты. Здесь можно все, да. Здесь я говорю, вам рассказывал, там и оцифровка, как Леша сказал, и водные технологии, и транспорт, и, в общем-то, инновации транспорта все. Это же здесь находится и архитектура, и дизайн, в общем-то, все, понимаете. Вот такое вот все. Поэтому я даже думаю, вот мы мечтаем там, где учиться, там, Сорбонна, там, либо Гарвард и так далее. Вот это настолько инновационное, новое и здорово. Наверное, это тоже очень скоро будет, об этом парке будут знать все, 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 потому что там, наверное, будет самое собрано, самые большие умы и самые, в общем-то, будут большие инновации происходить там. И поэтому гордость берет за то, что наш с вами транспорт, наша компания, она, в общем-то, на аванс сцене стоит, потому что тогда, Анатолий Эдуардович говорит, что это все перенеслось вот сюда вперед, в общем-то, весь транспорт перенесли, чтобы Аль-Касимий ехал, и, говорит, я, чтобы видел вот шейха, и чтобы я видел вот этот вот замечательный транспорт, который движется вот прямо перед фасадом вот этого вот парка. Вот такая вот там лаборатория созданная, и вот такие вот офисы замечательные, и, в общем-то, все там замечательно. Ну, и вот глава этого парка, он говорит так, «Мы стремимся улучшить окружающую среду, способствовать творчеству и инновациям, создаем привлекательный экотехнопарк со структурой мирового класса, который повысит сборы и статус мирового центра исследований и технологий». То есть вот настолько все. И, кстати, вот в этом же ролике вот эти ребята, которые вверху у меня слева я разместил, это вот уже, как вы видите, это контрольный пункт, вот как наблюдательный пункт за движением наших юкаров. То есть это опять-таки, и тут тоже не обошлось вот от без SkyWay. Поэтому вот так это все планируется, все это так вот сделать. Поэтому действительно это все, и все сейчас, в настоящее время все движется, ребят. Поэтому говорить о том, что это может это быть, а может это не быть, это все уже есть. Леша мне это правильно сказал, очень хорошая была у него такая картинка, он мне выслал, говорит, что мужики мне сказали, что транспорт SkyWay не поедет, да. Только правитель Шаржи и вообще правители Эмиратов так не считают, да. Поэтому вот кого слушает вам, соседа, либо там, я не знаю, родственники на домашнюю, то не смотрите, смотрите на людей, которые в бизнесе, которые непосредственно сейчас воплощают это. Я говорю, нету веры, берите, садитесь на самолет, езжайте туда, в октябрю вообще будет лучше, чтобы вы сами убедились. Но ради бога, что сейчас уже сомневается, сомневается сейчас уже только тот человек, который вообще не знал про это ничего. И даже мне одна хорошая, умная, вот моя такая знакомая, когда-то мы с ней встретились, она говорит, а что ты веришь, что поедет? И вы знаете, вот я что только могу сказать. Я сказал, если бы мне сейчас сказали, что самолеты не летают, я бы больше поверил, чем в то, что Skyway не поедет, понимаете? Потому что для меня до сих пор непонятно все равно, как эта махина может подниматься, там, я не знаю, там несколько сот тонн, да, вот эти вот огромные лайнеры, они взлетают. Я думаю, боже мой, но все равно это страшно, хотя я не боюсь летать. Но все равно это никто не застрахован. Здесь, ну, такие уже струны, так они тебя держат, да. Это вот, ну, я не знаю, тут надо, даже если что-то, как говорится, взрыв и так далее, все равно колонна падает, но это все равно ты на струнах съезжаешь и брюхом едешь по, и останавливается все это, система продевает и так далее. Но это все равно там, я не знаю, там 10 метров над землей, 15 максимум, да. Это безопасность в первую очередь. Поэтому я говорю о том, что это настолько уникальный транспорт, он ажурный, это действительно не надо вот как вот в этой вот различные там, вот у нас тоже есть там монорельсы, да, но это вообще не сравнить, это вообще не сравнить. Но технологии есть, они нужны, мы это все видим уже и знаем и так далее. Поэтому я вам показываю вот эти вот эксперименты, что натяжная струна, вот как это все движется, да, как это все, сколько это выдержит, это очень здорово. Поэтому если уже там люди говорят, что на этом, на макете даже люди повисали и выдерживал 100 килограммового человека до ни одного, а вы тут сомневаетесь, что там несколько выдержат. Поэтому это очень здоровская технология, и слава богу, что она уже воплощается, и действительно это просто уже, как говорится, обратный отчет пошел на закрытие вот этих 14-15 этапов. Вот. И Анатолий Эдуардович в интервью Максиму Исыпу, он так и сказал, что успокойтесь, верьте, все, все будет, будет очень много. Через 5 лет капитализация нашей группы, компании должна быть, он сказал еще очень скромно, очень скромно, потому что как действительно произойдет, дай бог, как Лена говорит, что уже 15-й этап закроется, вот уже к Кафесту, шаржа. И, конечно, я думаю, что будет много подписанных договоров. Но даже если это будет идти, как Анатолий Эдуардович говорит, спокойно, в таком небыстром темпе, то все равно монетизация составит не менее 500 миллиардов долларов. То есть, как Леша правильно говорит, если это 400 миллиардов долларов, 500 миллиардов долларов, то одна доля акции превратится, одна доля превратится в акцию стоимостью 1,2 доллара. Но через 10 лет это не менее триллиона долларов, то есть еще больше. Но это, я говорю, по самым скромным, скромным таким вот, ну, скажем так, скромным расчетам Анатолия Эдуардовича, дай бог, как говорится. Потому что не надо бежать вперед, как говорится, надо все будет. А если будет больше, мы только будем этому рады. Поэтому вот такая вот презентация. И хочу вам поблагодарить за внимание. Думал, что будет быстрее, слайдов было не очень много. Но теперь вы знаете, что такое вот этот вот экотехнопарк, который есть в Шарже, да, вот этот инновационный парк. Сколько там учатся студентов, сколько там, какая там площадь, сколько там всего, сколько там инноваций, и сколько там людей туда стремятся, да, вот. И мы с вами представляем вот эту технологию, которая действительно занимает там одно из главенствующих мест. Так что строй SkyWay и спасай планету, потому что все для этого у нас с вами есть. Спасибо. Сейчас-то Олег заговорил про интервью с Анатолием Дородовичем. Я решил его как раз-таки, наверное, включить. Вот сейчас, наверное, только его найду. Вот, и пересмотрим. Где с Максимом, да? Сейчас, секунду, я найду, только его. Спасибо, Тань. Спасибо, вы хорошие. Спасибо вам, Татьяна. Вот. Спасибо, Лена. Да, я, Лена, зажигаю только потому, что мне самому это приятно говорить, потому что я, Леша, говорю, Леша, я не смогу читать одни и те же лекции, которые, допустим, есть там в кабинете и так далее, да. То есть я вот переработал эти дни, посмотрел одно другое. Да, в общем-то, понимаете, то, что меня цепляет, то я вам стараюсь донести, да. Поэтому я говорю от чистого сердца, поэтому вы воспринимаете меня очень хорошо. Спасибо вам. Мне тоже очень приятно, как говорится, ваши слушать, слышать эти комплименты, видеть, читать. Но самое главное, что нас объединяет то, что мы с вами приходим по средам сюда, да, слушаем новости, общаемся, говорим. И действительно, мы с вами очень здорово, что вот через эти трудности мы приходим вот к пониманию того, что это уже есть, это уже совершается, совершается. И это будет очень здорово, что мы действительно в этой компании. Спасибо. Спасибо. Нашел, Леш? Да, нашел, и оно, похоже, чуть-чуть долговатое. Ну, конечно. 55 минут, да. Ты можешь в конце поставить. В самом конце поставить. Я скину его в чат, ссылочку, кто желает посмотреть. И, наверное, мы посмотрим, ну, минуток 10. То есть, ну, как бы долго не буду, но минут 5-10 мы можем включить. Хорошо. Вот, и потом. Вот, так что спасибо всем за участие. Олегу за спич. Вот. Было, как всегда, новенькое, интересненькое, с огоньком. Вот. Олег, ты видишь, да, умеешь зажечь. Супер презентация. Спасибо. Ну, несмотря на лето, да, мы собираемся. Вот, идем дальше. Следующий у нас будет 30-го. Это у нас последний день месяца. Еще одна презентация. И потом, наверное, в июле мы будем делать Zoom закрытый, наверное, пообщаемся. Традиционно. Вот. Ну, все тогда, все, сейчас я ставлю ролик. Вот. Ну, и прощаемся на недельку. Да. До свидания. Все, да. До свидания. До свидания. Анатолий Эдуардович, рад вас приветствовать. Мы в очередной раз приехали к вам в гости в Республику Беларусь, в город Минск. И сейчас мы находим... А, откуда вы приехали? Мы приехали из Одессы. Мы приехали из Одессы.